Систему пропад Харьковом, Вильнюс Америгой уничтожит упреждающий удар. Армии и войны, международное положение 18 февраля 8.5 Систему пропад Харьковом, Вильнюс Америгой уничтожит упреждающий удар. Европа зовет Украину и Прибалтику героически погибнуть, спасая мировую цивилизацию. Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 8769. Фото. Украина могла бы принять участие в создании европейской системы ПРО. Об этом на Мюнхенской конференции заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии от ведущей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер. У нас в Европе есть проблема, связанная с тем, чтобы снова объединять север и юг, но сейчас это больше по линии Востока и Запада, в частности, из-за дискуссии по миграции и другим вопросам. Но представьте, если бы мы создали сильный оборонный союз, заявил политик в панельной дискуссии с участием президента Украины Петра Порошенко. Позвольте даже сказать точнее. «Сейчас перед нами перспектива окончания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД. Если бы мы, с французской и немецкой сторон, предложили бы друзьям в Польше, Латвии и Украине тоже, только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС», добавил Вебер, отметив, что речь идет о предложении, размышлении. По его словам, это могло бы стать первым шагом к настоящему Европейскому оборонному союзу. Настоящий шаг к тому, чтобы люди в Польше, Латвии и на Украине поняли, что они могут полагаться на Францию и Германию и других, сказал Вебер, предположив, что это помогло бы снова воссоединить Европу. Читайте также, Драхтнахт Афган, немцы покажут русским, как бить душманов Меркель примеряет мундир германских завоевателей. Здесь надо понимать, собственной про Европы не существует сейчас, европейские страны члены НАТО рассчитывают на американский зонтик. И если проводить аналогии с про США, Россией сценарий с размещением элементов европейской про на Украине категорически не на руку. Напомним, в мае 2016 году президент ТРФ Владимир Путин на совещании с военачальниками в Сочи, заявил, что размещение американских систем ПРО в Европе это не защита, а наращивание ядерного потенциала. Если, используя свои возможности в мировых СМИ, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России или насчет того, что это исключительно оборонительные системы, то присутствующих здесь, за этим столом, на этом совещании никто в заблуждение не введет. Ничего подобного, это не оборонительные системы, это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию, сказал Путин, добавив, что в данном случае под периферией понимается Восточная Европа. Путин тогда отмечал, что универсальные пусковые установки МК-41, разработанные для запуска крылатых ракет, размещенные в Румынии и Польше, могут быть использованы для пусков ракет средней и меньшей дальности. А теперь, получается, Манфред Вейбер предлагает разместить аналогичные элементы, но уже европейская прана Украины в Латвии. И возникает вопрос, насколько это серьезно? Заметим, тема про уже долгие годы находится в топе повестки международной безопасности, поскольку прямо влияет на стратегическую стабильность. Пытаясь достичь такой стабильности, США и СССР в 1972 году подписали договор об ограничении систем ПРО. Однако в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из него, ссылаясь на возникшую ракетную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи. Развертывание глобальной ПРО позволяет США первыми наносить удары по стратегическим, в том числе ядерным, объектам потенциального противника под предлогом упреждения его нападения. Значит ли слова Вебера, что теперь такую же празохротела Европа? Дойдет ли до создания европейской ПРО, какие угрозы она несет России? То, что мы сейчас наблюдаем в Европе истерический всплеск из-за развала американцами ДРСМД, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. Европейцы начинают понимать, что они очень уязвимы для российских ракет средней дальности. Причем и даже прежде всего для ракет в неядерном оснащении. Последствия развертывания России и таких ракет будут для Европы катастрофическими. Мы сможем достать любые объекты на территории Европы, а европейцы ничего не смогут с этим поделать. Мы сможем если захотим нанести удар по Брюсселю. Например, по штаб-квартире НАТО. Или ударить по любым европейским военным складам, мостам, портам. И не дай бог, если европейцы попытаются предпринять против нас силовую акцию, скажем, в Азовском море или Арктике. В ответ мы сможем нанести массированный удар по Европе, даже не заходя самолетами в их воздушное пространство в течение нескольких минут. Все это Европа, повторюсь, начинает потихоньку осознавать. Поэтому у некоторых активных политиков ЕС и появилась спасительная идея создания собственной европейской ПРО. С.П. Насколько эта идея реализуема? Я считаю, это маниловщина и фантазерство. Они еще и Украину решили к этому приплести, а на что, какие-то ракетные технологии сможет поставить? В принципе, в Европе развито производство локальных систем прав в основном, для кораблей. Но концепции, научной и технологической базы для создания крупной системы ПРО как в России и США, то есть про территории страны или крупного промышленного района у европейцев нет и никогда не было. Они никогда такой ПРО не занимались, и ракет таких у них нет. А ведь сделать ракету для ПРО нефунтезюма. Это десятки лет упорного труда, научных исследований и разработок. Смогут ли европейцы сделать такие ракеты? А радары дальнего обнаружения, системы наведения, системы управления контролем огнем именно в контексте ПРО всей европейской территории? Такая ПРО обойдется им в миллиарды евро. Кроме того, для этого нужны мозги и технологии, которых в Европе нет. Привлекай тут Украину или не привлекай, ситуация не изменится. Думаю, Украину европейцы добавили, то ведь дело так, будто ущерб для РФ от украинского участия будет особенно серьезным. Читайте также. Союзное государство, кто станет президентом, а кто премьером Путин и Лукашенко наметили контуры новой административно-политической карты СП, лишь за тем, чтобы Россию позлить, и предсучастие в проекте Украина создало бы нам дополнительные риски. На Украину, я считаю, европейцы, где сядут, там и слезут. Даже если они выделят украинскому ВПК деньги на какие-то проекты, эти деньги разойдутся по карманам украинских олигархов. Так что рассчитывать на Украину ни с технологической, ни с военной точки зрения европейцы не могут. В теории, объединив ресурсы всей Западной Европы, европейцы могут построить собственную ПРО. Но это займет у них 20-вопросительный знак 25 лет. Думаю, за это время процесс разложения Запада уйдет вперед настолько, что им будет уже не до создания европейской ПРО. СП, с европейской ПРО все понятно. А США могут использовать территорию Украины для размещения элементов своей глобальной ПРО? Конечно, могут. Вопрос в другом, что это американцам даст? Украинская территория прилегает к российским границам. С одной стороны, размещение на ней противоракет позволит США перехватывать наши ракеты, расположенные в европейской части, еще на траектории взлета. Это дает американцам определенное преимущество. Но с другой стороны, элементы ПРО на Украине, особенно системы наведения и РСЛ, именно из-за близости к России будут крайне уязвимыми. В случае возникновения военной напряженности между РФ и США, еще предшествующей применению ядерного оружия, эта система будет нами гарантированно уничтожены. В итоге американские противоракеты на Украине, пусть даже мобильные и замаскированные, банально не смогут работать. То же самое, кстати, касается и Прибалтики. Поэтому с военно-технической точки зрения никакого преимущества в размещении ПРО на украинской территории США получить не могут. Пока европейское про это личное мнение одного человека, Манфреда Вебера, отмечает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. И если он действительно метит на место нынешнего председателя Еврокомиссии Жан-Клада Юнкера, то это, очевидно, предвыборное заявление. Выводы из этого я делать не готов. Очевидно одно, если Вебер хочет европейской профсерьез, это означает, что Европа полностью обособляется от США и начинает строить собственные вооруженные силы. Читайте также, Турция вновь на распутье, покупать С-400 или европейский ЗРК САМП-ТИ. Генсек НАТО Сталтенберг предложил Эрдогану действительно хорошую альтернативу российским триумфам. Надо сказать, научно-технологический потенциал для создания собственной ПРО у Европы есть. Но у нее на данный момент нет никакого желания вкладывать в это гигантские деньги. СП. Допустим, Европа согласилась выделить деньги на ПРО. Насколько важно для нее участие в проекте Украины и Прибалтики? Прибалты могут поучаствовать в проекте только своей территорией. Что до Украины, из нее еще можно извлечь кое-что по части технологий. В этом плане украинцы могут Европе пригодиться пока еще не все производства внезалежно уничтожены. Я, правда, совершенно не допускаю мысли, что европейцы свою просоздадут. Но если они пойдут на это, Украина им также пригодится. Чтобы максимально приблизить противоракеты к российской границе. СП. Почему Вебер в предвыборных выступлениях говорит об обособлении от США? Эта тема стала в Европе актуальной. Европейцев заставляет говорить об обособлении жесткая политика Дональда Трампа. Кроме того, сейчас Евросоюз, на мой взгляд, находится на развилке, либо он все-таки превращается в полноценное государство, либо полностью разваливается. Причем, это может случиться довольно быстро. И очень многое здесь будет зависеть от того, что произойдет с Британией после выхода из ЕС. Сейчас условия выхода выстраиваются так, чтобы другим членам ЕС неповадно было. Но если окажется, что британцы чувствуют себя неплохо, пример Лондона может вызвать эффект домина страны начнут выходить из ЕС одна за другой. Военные новости. Корабль-невидимка вошел в состав военно-морских сил США. Евросоюз и Еврозона, Драхтнахт Афган, немцы покажут русским, как бить душманов.